Это уже супер, супер-пупер. Как можно просто быть нормальным. Нормальный человек, ему все равно есть потребность отрываться. А, ну да. Нету такого, что ты можешь свою душу гробить просто, не кормить. Нету такого. Ну да. Ему нужна дискотека, ему нужен кайф. Пар выпустить, да. Ему нужен встряска нервной системы, реально, чтобы нормально работать, потому что идет без вращения. Если вот такого нету, тогда идет, не знаю, в Содомаза и так далее, или в попытки, ну вот реально менять мир. То есть... А, ну это благородный уже выход. Сколько я не вижу, реально, за этим стоит тот же дух похоти. Вот реально та же тварь. Кстати, вот об этом надо... Надо пояснить кое-что, прояснить кое-что. Желание спасать мир. Да, реально, то есть человеческое желание просто изменить мир, мы сделаем это даже ради Христа. Да. Бевать ради чего. Да, да, да. За этим стоит дьявол, который сидит, давай, давай, меняй мир. Да, давай служи, да. Просто если в человека не складывается в семье, наслаждение с женой, он начинает наслаждаться огромными вещами мужчины. Ну да, да. Строить коммунизм. Да, он лезет реально туда, нет секса дома. Да, да, да. Просто, просто. Ну, я имею в виду не то, что технически, да душа не удовлетворена, она лезет просто. Да. Она не может, она берет великое поручение. Да. О, так это для меня. Да, 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 и вперед на баррикаду. И вперед на баррикаду, реально. Да. А Иисус никогда не говорил исполнять великое поручение. Угу. Реально, великое поручение в своей сути, да, проверить свою жизнь. Да. Как и если Давид говорил, испытуй меня, вот тебе великое поручение, которое, он не называл это великое поручение. Угу. Мы акцентируем на слове «идите», а забываем «хрестите Отца, Сына, Святого Духа». Да, да. «Что имею, то даё, а что ты имеешь». Да. Дякую. О, спасибо. А еще можно еще все-таки убавить? Да, да. Давайте, Боже, Выше Духочное Хлопное. Спасибо. Дякую. Дякую. А что ты имеешь? Ты имеешь этого Отца, Сына и Духа Святого? Угу. Или для начала от тебя не отходи от Иерусалима? Ага, да. Пока не примешь силу. Да, да. Это строже. Или изначально, знаете, мы все говорим о Иисусе, а забыли, что Он говорил. А Он говорил «ощите Царство Небесное прежде всего». Да. Собственно, прежде всего. Прежде всего. Даже прежде великого поручения такого. Прежде всего. В таком понимании человечества. Прежде всего, да. Прежде всего. Значит так, все остальное в мусор. Угу. В большую мусорную корзину под названием «все остальное приложение». Все остальное, которое прилагается. Ну, мусор, как бы, ну, в архив. Да, мусор. Оно приложится без меня. Угу. А, в таком смысле, да. Да. Из моей души вон. Да, да. Из сердца вон. Да, из сердца вон. Да, да, да. Оно занимает место Христа. И акцентирует внимание, как раз, на Христе. Они на… Вот я тоже замечаю, особенно по молодым церквям, особенно вот именно церкви, которые недавно начались, да, движения молодые, вот перекос именно вот в этом, как правило. Потому что на харизме строятся, да, на инициативности масс, как говорится, людей, да. И, в общем, в разных церквях, да, я видел такое, да, вот служить, служить, работать, а потом срыв. И люди ломаются, наверное, даже от того как раз, что, да, духовно даже надламывается, что не вглубь туда, а вот вовне стройка и трагедия. Я не хочу сейчас даже называть имена просто, но скажу, что я много очень знаю братьев там, которые, и сестер, которые вот так вот сломались. Ну, энтузиазм рано или поздно заканчивается. Конечно, да. Вот это желание толпы просто реально ведет к разочарованию. Да. То есть это просто стадные вещи. А толпа следовать не может, она может поклоняться. Ну, реально. Следовать личности. Да. Чистая личность. Вне толпы, вне церкви, вне движения, вне каких-то нависаний свыше. Да, да, да. Вне эта личность, личность, которая развивается. Угу. Она может следовать. Она может возрастать и быть как я. Это вопрос личного человека, да. Да. Но я не заставлю сына быть таким, как я. Угу. Я его подведу быть как ему. Угу. Быть личностью, но быть личностью все равно. Да. И вот тут точно так же. То есть, да. Да. Ну, вот вопрос личности. Меня радует, что реально сейчас вот мировые такие движения, все вот, просто миф, да? Акцент на личность. Да. Вот отошло вот это все групповое. Массовое такое. Отошло все старное. Массовое, массовое. Массовое такое, да. Да, отошло. Есть личность. Личностного роста, личностного вещи, личностные вот эти моменты. Все личность. Мне это нравится. Сейчас работать, да, раньше все на боссе работали, все, типа, давайте и было карьерный рост. Сейчас фриланс. Сейчас сидишь себе на пляжу, на Бали, зарабатываешь своих там 2000 долларов, сидя на компьютере, работая по 3 часа в день, и тебе нормально. Ты свободен вообще, абсолютно свободен. Тебе нужна офис, тебе нужен интернет, который практически везде. Ну, реально. Вот, все. А вот такие теперь личности могут, вот современные, реально, IT-компании, все эти вещи, они собирают вот таких свободных личностей. То есть я могу, где угодно, но работая на Google, например. А есть еще современные компании, которые, ну, реально, сейчас вижу фильмы, мультики, понимаете, собралась игры, да, собралась, ну, фирма, да, вот фирма, есть компания, которая выпустила игру. У нее 12 человек людей. Один из Австралии, другой из Китая, третий из Дании, два американца, и все, они вместе выпустили игру. Им не надо собираться вместе. Ну, да, они могут даже не видеть друг друга, но работать в одном. Ну, в Скайпе есть, увидели все равно. Ну, понятно, да. Работают в одном. И зарабатывают, извините, так в офисе не заработаешь. Ну, да. Вот. И сейчас глава компании, какой-то даже крупной, да, он может заработать меньше, чем свободный человек, вот такой фрилансер. Ну, под ним там тысяча людей, да, под этим никто, никого вообще. Ну, он делает свое дело. Да. И вот такие ребята уже могут объединяться в команды. Угу. Когда нет отношений, я начальник, ты дурак. Угу. Реально есть, ну, партнерские отношения, да, творческие, каждый заинтересован в своем. Да, да, да. Никто не сидит тебе над головой, потому что ты самостоятельная личность. У тебя нету этих клюков, когда ты просто, ну, забыл, профилонил, нет, пообещал, сделал, все. Угу. Нету такого, то есть, обычного офисного работника. Тогда ему свободу, все, до свидания. Упоздал на работу, то забыл, то, 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 а у этого нет. Угу. 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 У этого если надо, то надо, он сам. Это мотивация уже не внешняя. Да. Реально, потому что зарплата будет. Да. Потому что начальник сказал. А у него внутреннее, он сам заинтересован реально реализоваться и сделать эти вещи. Вот эти слова, вот того человека с Грузии. А, да, 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 ну, зачем мне сила воли, если мне это нравится? Вот. Зачем мне сила воли, если мне это нравится? Интересно, да? Совсем на другом уровне совсем можно. Ха-ха-ха. Ну, и вопрос реально, вот, мне нравится. Да. Зачем мне заставлять любить себя жену? Если эта любовь во мне живет, я получаю кайф. Да. От этого. Я не мучаюсь, я не строю отношения с женой. Да, и думаешь, как же построить. Вообще не строю отношения. Я с Богом отношения не строю. О, он меня возлюбил. Все мои отношения строятся на том, как безумно он меня любит. Да. И моя молитва не «Боже, я люблю тебя». Ребята, это эгоистическое просто. Я не люблю, я говорю, что я люблю. Ну, в отрыве просто от реальности. А если наша молитва будет «Вау, Бог, как же ты меня любишь!» А эта молитва уже принятие. Это молитва соединения и переживания этого. Потому что у меня открыты глаза реально, я смотрю, вот, как ты меня любишь. Просто у меня слезы текут или что-то еще. Это не важно, как душа реагирует, но она реагирует, она живет этим. Ну, говорит, дух человеческий следует человеческое, да? Да. Ну, хорошо. В человеческом преуспели вообще другие религии еще больше. Да, да. Есть примеры, потрясающие примеры. И в буддизме есть примеры, потрясающие примеры, да. Да. Я так смотрю, кстати, вот, индусы, да, четко разделяют, грубо говоря, такие, тела человека. Физическое, эфирное, ментальное, астральное, то есть, ну, вот эти вот, эти, да? Но. Я не буду. Знаете, я верю в это, я не верю в это. Стоп, 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 стоп. Это просто они рас... Это классификация. Не нужно верить в классификацию. Есть вот такая классификация, реально, она нейтральна. Классификация души человека, внутренности. Есть физическое тело. Есть жизненные силы человека. Есть ментальные, то есть, логические процессы в человеке. Есть эмоциональные процессы. Ну да. Есть такие внутренние, глубинные, подсознательные процессы. А есть процессы такой, жизненного предназначения. Например, вот, вот, подложили. Если Дух Святой входит в душу нашу, он захватывает всю душу. Ну да, не часть ее. Если у меня есть какая-то классификация души, я могу по ней просто сверить. Где мне не хватает Духа Святого? Просто-напросто. Вот, вот, просто. Я болен, да, физически мне не хватает Духа Святого. Я устаю, мне не хочется жить. Ну, я думаю, рассуждая, ну, понимаете, да, вот, вот, я с Богом, не, не, давай, давай, хоть какой-то, ну, нету стандарта, вот, что значит, я с Богом. Да, кто-то говорит, я с Богом, я верующий. А вот, что такое верующий? Вот, реально, как-как, говорю, сочувствую, если ты говоришь, что ты верующий, очень часто так говорят. Сочувствую тебя, честно. Потому что я бы не хотел быть таким верующим. С любовью говорю, не то, что обидеть человека, наоборот, просто. И, ну, есть, вот, вот, реально, сфера. Возьми любую классификацию просто души, не общую, да, углубись в это и посмотри. Стоп, мне не хватает жизненных сил, просто энергии. Дух Святой, давай работай с этой сферой, чтобы я был полон этого, энтузиазма, стремления, правильно? Вот, вот, типа, сфера. Я в ныне, у меня все классно, да, ну, какая-то тяжесть. А почем мне определить, если я вот в общем, вот, в общем, да, как мне реально, ну, вот это, вот это, вот это. Вот это для меня теология. Просто четко посмотреть, реально, ну, слушай, вот здесь у меня задница. Все, да? Тут не Господь. Тут его не лично. Просто в эту сферу? Да. А теперь, значит, это неплохо. Это есть шанс, что сейчас Господь туда войдет. И будет в этой сфере уже действующим. Да, и прославиться в этом. Моя задача быть полон Духа. Да, во всех сферах. Во всех сферах. Просто, ну, не нужно там, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Но я тоже знаю людей, которые увлеклись слишком этим всем. И для них Христос, медитация, говорит, у меня откликаются внутри все равно те же отклики, что вот я с Духом Божьим, я на молитве и я на медитации. Сочувствую реально. Человек, который, ну, точно так же, когда я с другой девушкой сплю, у меня те же, те же, ну, физические чувства, что и с моей женой. Ну, получается, опять, это, получается, я вот здесь, а Бог здесь. Все равно. Даже попытки, ну, понимаете, да, ради вот этих чувствовать, ради этого всего. Нет, 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 стоп, 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 у меня есть моя жена. И все. Это единственное, что у меня есть, это завет. Мы забыли вещь, ну, то есть этот момент. И вот этим увлекаться, то есть это да, но отодвигать вообще все знания в сторону. Это тоже невежество. Точно такое же, просто другая крайность. Да, пусть Бог поможет избегать этих крайностей. Ну, с любой женщиной секс, ну, такой же, в принципе. Есть что-то выше. Есть что-то выше. Даже если у меня душевные будут связи, понимаете, с разными, оно будет, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но оно все равно будет отвлекаться. Но есть реально завет единства. Есть вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот то, что... И духовный завет, да. То, что выше всего этого. И вот тут уже это чужое, а это мое. Реально. Это моя жена. И вот это все-все только с ней. Точно так же со Христом. И от него никогда-то. Эта свобода для человека, который действительно не понял, что такое завет, она идет в пропасть. Но я не буду молчать о свободе все равно. Важная цель заветов и завет с Богом, новый завет. Но это всю мою душу наизнанку. Если мы говорим к христианам, получается так, мы топим свою душу и кормим ее мирским. Отчасти какая-то сфера, вот такая, вся и вся и вся и вся. Если реально с Богом отрываться, если реально твоя молитва будет настолько просто горячая, все до мозга костей, у тебя взрыв души, мозга, всего. Когда тебе просто слова уже нет, уже слова неизречимы. Ну да, вот такой, да. Нищенно-раздемный, да. Как я говорил, там один, вышли из боя, там один командир танка вылазит и такой, пи-пи, мы в таком, пи-пи, такими словами тоже неизречимыми. Ну да, ну такими, да. Просто пытаются объяснить, в каком замесе они были. Да, да, да. Вот точно так? У них просто нет слов. А вот нет слов, потому что душа вот так. А вот такое я пережила, что справиться с этим невозможно. А что, Бог меньше? Ну стоп-стоп-стоп, тут какой-то был бой. Да, да, да. Тут какие-то просто, ну, вот такие вспышки, реально, вот такие вот. Эмоционально, да. Ну ладно, вот человек, да, вот чуть-чуть больше дискотеки в два-три раза, ну реально. Вот такая вспышка, но Бог, но Бог-то Он, вот. И вот это вот это потрясение души, оно должно быть. Должно настолько просто растянуться, чтобы это вмещать в себя. И не надо после этого, ну, будь исцелён. Вот, и мы пытаемся, да, то, что нам не свойственно, раскачивать свою душу. Ага. Чтобы вместить в себя веру, исцеление. Мы пытаемся это всё черпать в поклонении, в т.э. То есть себя выше, выше, выше. Ну, как это сказать? Разгревать, вот. Ага. Взгревать это всё. А можно быть таким горячим всегда, ложиться таким спать, просыпаться таким. Потому что Иисус говорит за тебя. Насколько это просто порвало мою душу. И сделало её безлимитной, что ты дальше переживаешь. Это не разовое переживание. Да, да. И ты в этом живёшь, ты этим становишься. После этого тебе даже мучиться не надо, потому что ты вот такой. Ага. Мг. Счастливо. Всё из себя. Мг. Вот вчера, кстати, я снова и снова пример привел на служение, Божий покров церкви. Значит, пример, как мы здесь во Львове привел как раз на служение, значит, Эмануэль, Этануэль, Эмануэль, тоже с водой, там они поставили на кафедру воду, вот пример привел тоже, иллюстрация. Вот когда она в воде, вода, вернее, в стакане, допустим, она рядом со мной, или в бутылке, допустим, да, это Этануэль, то есть это, может, Этану моим, вода моим, рядом со мной, близко, да, и можно разные усилия делать, да, можно вот даже, ну, поднести, но когда Эмануэль, это внутри, и вот эта вода уже во мне уже, она вот разливается, и я уже часть ее ставлюсь, частью, она частью меня становится, вот, и вот это уже Эммануэль, вот, с Богом, если вот ставить упор на теологию, да, и на такое теоретическое христианство, да, то это вот больше рассматривание со стороны воды этой, ну, может, так и засохнуть, и умереть, так и не попробовав этой воды вообще, и даже можно возить воду, как вот там рассказывают о каких-то героических таких этих людях, которые там блокадные, Ленинград, или куда-то там, не знаю, там еще там, где люди голодали, вывезли хлеб, и сами падали в обморок голодные, значит, там, и умирали от голода, там, какой-то там мужчина, хлебопекарь какой-то, в Ленинграде там писали, он там, выпекал эти вот, из-за трубе всяких, там, этих хлебцы, эти, спасая людей, значит, и упал в очередной в обморок, и так и умер, короче, от истощения, не пробую этот хлеб, не, ну, он погиб геройской смертью, как бы о нем пишут, да, но я вот как иллюстрацию, ну, другую хочу привести, да, человек может быть выпекателем хлебов, да, этих, как бы, и возле хлебопекарни этой работы, хлебопекарня, сморрогать, ну, а сам голодать, и, получается, не кушать, или не пить, быть, значит, знаете ли, обслуживающим такие вот эти трубопроводы, там, водопроводы, сапожник без сапога, да, сапожник без сапог, элементарно, да, значит, да, вот, вот, нечто подобное. Чьешь сапоги, но ни разу не попробовал, удобные ли они. Да, и сам не носишь их, сам, а сам босота, ходишь, значит. Нет, только изнутри, только из полноты, да, только из полноты, реально, для меня, вот, вот, это, Бог, это полнота моя, моя, я эгоист, честно, мне нужен Бог, Он мой личный спаситель. Я плевал на весь мир, мне Он нужен, мне. Для тех, кто удивляется, я скажу еще так, еще больше многие удивляются, когда я говорю, самый большой эгоист во вселенной, это сам Бог, вообще-то, есть эгоизм разный, эгоизм и эгоизм тоже, рознь вообще, есть разный эгоизм, вот, Божий эгоизм, если можно так выразиться, вот, когда Он там говорит, только я, только я для тебя, не тот другой, кроме меня, только мне поклоняйся, только мне служи, все заявления такие, мега эгоисты вообще, он очень ревнив, значит, там, если там, и, вот, самое интересное, когда человек открывает свой нутро для его любви, да, и, когда наполняется им, и уже человеческое, божеское перемешивается, это место истинного, настоящего, святого эгоизма, есть святой эгоизм, есть греховный эгоизм, греховный эгоизм, это то, что... Извращенный, извращенный, испорченный эгоизм, а есть святой, Божий эгоизм, это, его можно воспевать, знаете, а вот греховный эгоизм, это, к сожалению, это то, что вот Бог, а вот я, вот, и, значит, и... Ой, как на истории нашего праотца, еще Адама, да, значит, вот я вот голый, я стесняюсь вообще, я вот здесь вот, и вот и жена там, и все прочее, значит... Плевал на Бога, что он думает реально, по сути, да, все. А я, мое важнее Бога. Да, 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 и вот это, это страшный эгоизм, не дай Божий, но и святой Божий эгоизм. Вот это то. Нет, просто некоторые недопонимают, даже верующие, даже много лет верующие христиане порой недопонимают таких вещей. Опять-таки, из-за того, что очень часто наша вера, она вот... Вы знаете, как, знаете, и бесы веруют, написано, трепещут, и просто хочу очень для многих и православных, и католических, и протестантских, неважно, как мы называемся, христиан, просто сказать такую вещь. Ну, как написано, еще сказки про Хаджуну Средину, помните, если сколько ни говори, халва-халва, а во рту славка не станет. То есть пока он сам, ну, попробуешь вот это вот. Вот оно, как бы, можно говорить, какая халва, там, значит, все там, рекламируйте халву эту. А сам даже и, ну, и не ел ее вообще. Ну, и Хаджа этот, говорю, как раз этому продавцу, ты сам кто-то ел? Нет, я только ее продаю. Вот, ну, дурак просто, ты не пробовал, такая классная вещь такая. Вот, ну, это в сказке, но сказка ложный, не намек. Добрый, ну, вот сморок такой. Я даже не знаю, как это объяснить человеку, действительно. Ну, не знаю, это такие вещи, которые, по идее, должны быть, ну, нормальные, да? Да. Вот в нормальном обществе. Не паранормальном. Да, в нормальном обществе какие-то вещи, они, о них не говорятся. Ага. Не говорятся, что голым не надо надеяться. Ага. Ну, хочешь, иди, пожалуйста. Ну, да. Но если ты посмотришь внимательно, ты нормально оденешься. Ну, да. И теперь ты будешь сам заинтересован. Да. Вот точно так же, я не понимаю, то есть, деградация, вот это, ну, я уже не знаю, что делать, реально. Или, ну, это деградация, что тебе нужно понимать, что такое нормальный эгоизм, что такое ненормальный эгоизм, объяснять вот эти вещи, то есть, ну, сколько нужно, уже мало, сколько. Это даже не духовное, не капельки духовного, это не капельки о Христе, не капельки ничего. Правильно? Если ты не понимаешь, что такое честь, тебе с Богом делать нечего. Да. Пример. То, о чем как раз на служении, на общении с священнослужителями, о чем говорили с Киеви. Ну, он видел там с ребятами и говорил, вот представьте, да, ну, в основном это к девушкам, да, вот муж, да, жена, и кто-то пистолет просто, ну, или там нож в горло, или ты со мной переспешиваешь, или сейчас умеешь. Ну, потом будем гранату, или сейчас, да, и реальность. Ну, да, реально. Представь, женщина, так к парню подойдет. Так а вот для кого-то это за счастье. Ну, да. Правильно? Ну, да. Ну, вот в нашем обществе. Мне даже ножа не надо. Ну, да. Я рада. Это нормально. Но Божьим нормально. И по идее, по идее, если мы говорим о Боге, о завете, о чести, ну, умирали за хозяев. Умирали. Есть вещи дороже жизни. Иосиф-то за ним, наверное, бежал, это вот, ну, мудная жена, да, сейчас-то чужая, да, по темно-ребору. Он убежал. Да. Иосиф убежал. Честь. Ну, но его не учили это. Ну, да, да. Если мы научим бегать от жены, чуть-чуть другая ситуация, он не убежит, потому что его научили только от чужих жен бегать. Да. Ну, реально. Его не научили чести родители, да, научили. Да, ну, конечно, да. Понятие, если у тебя есть понятие чести, оно во всех случаях проявляется. Да. Реально. И ты, не задумываясь, ты у тебя уже выбор сделан, и ты не задумываясь, говоришь, давай, стреляй или режь, потому что ничего с этого не получится. Угу. Потому что верность мне дороже, чем жизнь. Я перестаю изначально дорожить этой жизнью. Угу. И решение принято изначально уже раньше. Решение изначально принято, когда я хрестился. Да, о, завет. Да. Решение, все, мое решение уже принято. Присяга. А из этого следует, и на это как раз все настраивается. Да. Мозг, это не глава, он советник. Угу. Воль, ну, то есть, вот эти вот волевые вещи, честь, да, основа, вот это, вот это. Вот это глава всего. Принципы, по которым я живу, это незаконничество. Угу. Реально, это незаконничество. Законничество, законничество, это, вот реально нельзя этого, нельзя этого. В другом случае, ты не знаешь уже, что делать. Угу. Ну да. А если Иисус мне дороже всего? Угу. Тогда не вопрос. Угу. Я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, вот, вера, надежда и любовь, да, православное предание. София. Я читаю, у меня просто сердце начинает биться внутри. Она на костре, дочь десятилетняя, восьмилетняя на костре. Говорит, мама, ты можешь меня на ней гордиться. Говорит, да, я горжусь. Вот это, ну, я не знаю. Это я вот встал и все, и залез. Судья, хотя бы младшую пощади, отговори ее. Она ее наставляет, наоборот. Это не сумасшествие, когда гранату меня обвешала, дочь, иди взрывай с кем-то. Значит, да, не такой пример мученичества, а вот именно, когда любовь выше, совершенно любовь, изгоняющая всякий страх. Вот иллюстрация. Совершенно любви, изгоняющей всякий страх. Если вещи дороже смерти. Да, страх перед смертью даже, да. Дороже смерти. И выбор уже сделан. Да, да. Если бы они выбор не сделали раньше, то они бы не смогли, эти девочки, да, да, и там они не могли бы в той ситуации повести себя однозначно. По идее, по стихлям проповедовать именно вот это нужно. Не теологию, не про Иисуса, а просто обычные вещи. До Иисуса еще далеко. Да, как-то странно звучит так. Можно про секс говорить, а можно про верность. Да. Про секс уже не надо, если есть верность. А не найду способ быть счастливым. Да. Если у тебя свала уже нет. Вариантов уже нет. Вот тело твоей жены, это единственное, что у тебя есть по жизни. Иди. Не с чем сравнивать. Иди. Не важно. Отказываешься уже заранее, уже заранее отказываешься сравнивать. У вас, у тебя нет вариантов. Нет. Или вы будете счастливыми, или будете несчастными. Ну да. Уже надоело? Нет. И вы, по идее, если реально это дороже, вы найдете способ быть счастливым. Потому что ты начинаешь его искать. У тебя вариантов нет. А почему? Если просто ничего не делать, вы будете несчастными. Но вы будете вместе. Конечно. Или начнете что-то думать, умекать, реально. И найдете способ. Потому что вы двое заинтересованы. И вы будете счастливыми. И не нужна психология. Ну да. Внутрь это нормально. Человек найдет. Мне нужна вся кама сутра, чтобы удовлетворить жену. Мне нужно знать, что ей нравится. Все остальное плевал я на это. А если брать именно как раз взаимоотношение уже с Богом, то с его стороны все. Ну и дело отдаться. Да. С его стороны уже все готово. Все есть. Да. Уже с его стороны нет уже поиска. А может с тобой то сделать то. Он уже все. Приготовлен уже. Господин. Да. Он делает что хочет. Даже если больно будет. Да. Первый раз. Мне понравится. Мне понравится, да. Почти. Но ты отдаешься. Да. У тебя нет такого. Подходи ко мне. Потому что мне больно. Ты отдаешься. Просто отдаешь всего себя. Да. Не. Ну было у меня пару раз что. Я говорил что. Как бы. Честно говоря. Даже это было потом поводом там. для. Себе дороже. Да. Так говорить я не устал. Так думать. Вот. Как ни странно. После некоторых таких сильных проявлений. Вот. Имел их. И таких вспышек. Таких. Вот. Проще говоря. Когда первый раз. Воскресил мертвого. То есть. Молился. И это произошло. И было исцеление. Вот. В тот момент. После того. У меня было несколько. Не такое было. Как бы. Ну. Постскриптум. Такой. Как бы. Произошел. Такой. У меня. В письме. Таком. Духовном. Что. Если можно. Ну. Что. Ну. Больше так не делай. Пожалуйста. Как бы. Если можно. Чтобы. Не было таких. Чудес. Без. Естественнее. Вот. Без. Таких. Сильных чудес. Без. То есть. Я верующий. Но. Господи. Ну. Не настолько. Вот. 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 Потому что. На самом деле. Вот. честно говоря. Потом так было. Много раз было неприятно. Даже вспоминать об этом. Разговоре. Самому неприятно. Осадок такой. Потом были. Другие случаи. Да. Когда в поезде Бог воскресил проводницу, уже все, смерть уже, врач уже все. Он вышел из этого купе проводников и искал, что все, отменяйте. Эту директор, начальнику поезда, он сказал, где там проводница, другие были возле вот так вот, в этом отсеке столкнулись. А меня пригласили помолиться, но уже оказалось поздно. И женщина кончалась на глазах прям буквально, она почернела, позеленела, вообще зрелище такое было страшное, конечно. И вышел врач уже оттуда, как раз, и обращаясь к начальнику, он сказал, что все, отменяйте эту, вызывайте ее в Труповозку уже. И я не знаю даже, как он там звонил, не звонил дальше, ну не, он звонил, уже сообщал, что Труповозку, потому что потом пришлось отменять ее опять. Опять реанимационно возбудил машину. Значит, и в той стрессовой ситуации, когда, а нет, это было третий раз воскрешение. Второй раз это было с девочкой, которая упала, с этого. Ну, ну, вот с того, тот уже третий раз уже было воскрешение, но именно с того момента уже вот этот вот страх, этот какой-то вот, как бы, он пропал, его не было, одним словом. То есть первый раз, да. Второй раз было еще сомнительно, третий раз не было страха уже этого. Вот, ну, хотя еще осадок вот от первого, вот этого, мои боязни, он, как бы, ну, давал о себе знать, как бы, ну, мне было неприятно вообще даже у нас. Так что сегодня можно сказать, вот, мое покаяние такое. Это точно. Мое покаяние в том страхе, вообще-то, и о том, что это... Человеческое, конечно, просто, реально, ну, человеческое. Да. Тут включается человеческое. Да. И вот, как вот Петр пошел, да, по воде, да, пошел, потом, зачем-то усомнился, вот, да. Так что еще по воде пройдемся еще. Сусь ругает за такие вещи. Да, да, да. Реально маловерством это насомняется. Да, 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 да. И когда пост, он не на высоте, это, конечно, да, когда тонет, зрелище не из приятных вообще. И потом помнить об этом не очень приятно, конечно. У всех такое бывает. У меня такие вещи бывали, да, но потом прохожу, реально по ним. Вот это все равно берет вверх. Да. Вот это сознание, стоп, это все до свидания. Да. Чтобы я не чувствовал, чтобы мне не хотелось. И Дух Святой. Да, да. Реально? Это даже не после всего духовного, реально. Да, да, да. Клоть настолько ущемлена, уязвлена, что она требует реванша какого-то. Она молит, требует, как в посте, реально. Ну, накорми меня, ну, накорми меня. Это не же Луда говорит, это плодяра, который, люби меня. Я думал, мы вместе по жизни, что ж ты делаешь? Заткнись, и все, это пост. Вот реально пост и молитва, это пост. И вот пост, вот результатом поста вот такие вещи, когда ты реально четко говоришь, нет, плоди, до свидания, ты мертво. До свидания, вот бескомпромиссно и все, как бы не хотелось. Как бы мне, не знаю, на стенку бы лез, не знаю, не хотелось, понимаете. Там девушки, грубо говоря, да, у меня есть жена, до свидания. Я лучше на стенку буду лезть, но до свидания. Ну, серьезно, вот с этим, вот это все реально плотское. Мы с этим живем и даже не знают, ну, христианство вот реально, вот этого разделения и нет, плоти и духа. Вот это любовь, человеческая любовь. Ну, ты же понимаешь, человек может обидеться. Ну, ты же понимаешь, нужно помягче. Ну, ты же понимаешь, говорю, нет, не понимаю, я настолько люблю Иисуса, я не понимаю этого. Я не понимаю, как ты можешь на человека смотреть, а Иисус не обидеться. Ты сейчас плюешь на это. Тебе все равно, правда, потому что человек выше. Ну, да, получается, да, понимание, верующие очень так все повыкают. И тут и теология, и простые вещи. И вот это, ну, понимаешь, если человек вот так живет, рядом с ним люди так же будут жить, все. Или отрекутся от него. Ну, да. Нету больше вариантов. Но моя задача просто так жить, не учить этому. Ну, да. Ты не научишь. Ну, так вот. Вот так живет. Плоть мертва. Дух животворит. Я крестился. Это значит, что вся моя жизнь мертва. Я просрал свою жизненную жизнь. Все. Я добился всего. Все. Вся моя карьера, все мои понты. Весь я. Вся моя семья. Все, я ее просрал. На Христа. Я ее это все отменял. Обменял на Христа. И теперь там, где дух не животворит, там мертво. Нету. Вот, вот я так, я так, я перехожу. Нет, нет. Я уже перешел. Там, где дух не животворит, я ищу Бог. На паузу вся моя жизнь. Если в семье он не животворит, семья на паузу, я и буду искать духа, чтобы проявился. Если реально в какой-то сфере моей души дух не животворит, и исцеление тебе уже не нужно. Потому что дух реально, ты сам решил, позволит дух захватывать все сферы. Тебе не нужно стороннее уже. И вот этого держись. Вот теперь, теперь помазание тебя мучит всему. Но с этого момента, если оно реально правильно, грамотно, ну, построено. И теперь дух что-то тебе говорит, показывает и вскрывает все эти вещи. А раз оно раз вскрылось, значит, все. О, класс! Теперь это азарт начинается уже. Реально, моя душа уже перешла вот эту сферу, где, ой, мне больно, этому расстаться надо. Да нет, блин, интересно, что дальше будет? До свидания! Ну, то есть, первый раз страшно с парашютом прыгать. Наверное, третий раз тоже. Но после восьмого ты уже не смотришь там, разобьюсь, не разобьюсь. Ты с разгона, ай! Тащишься, просто тащишься от этого. С парашюта не пробовал, но верю. И ты проехаешь не каждый раз, причем реально каждый раз ты проехаешь в неизвестности. Каждый раз это пропасть перед тобой, каждая сфера. Потому что опыта нет. Да и невозможно к некоторым вещам привыкнуть. Вот нет веры, вера это реально каждый раз потрясение. Вот этот экстрим, стресс, каждый раз ты можешь этот кайф получать. И вот это Дух Святой начинает делать. Вот это реально перейти к грань царства. Что уже от смерти к жизни, что моя душа уже там. Это левое и этот голос уже левый полностью. Я не знаю, как так можно просто жить спокойной жизнью, семейной. Я не знаю, я живу Христом. Каждый раз вспоминаю, я не могу не плакать, я не могу не кричать, я не могу даже себя сдерживать. Моя молитва, я ухожу от всех, чтобы не видели, как я молюсь. Потому что это... Честные слова. Я даже не знаю, как вместе молиться. Честные слова. Я пока не знаю. Мне только не открыл капитал. Вместе молиться. Вместе можно сидеть, наслаждаться Иисусом по чуть-чуть. Я все равно могу зависнуть. Я знаю, как в тайне стоять. Ну да. Я даже говорю, не могу вот в классическом варианте церковь. Я просто не понимаю, как вместе молиться. Ну честно говоря, тоже так. Много недопонимания у меня в этом вопросе. Потому что... Ну и слава Богу, что есть эти недопонимания. Потому что когда вот тоже рисую обычно вот этот айсберг, я представляю себе обычно этот айсберг. Иногда рисую, да, там, учения, занятия, проводок. То верхушка вот эта... Представьте, это вот блистательная верхушка. Это на людях церковная, общественная молитва. Она красивая такая, зрелищная. Но основная часть этого айсберга, она вот под водой, она невидима. 80%? Да. Представьте, 80%. Да. Уйма. Это гора ЦГ. Вот я эти айсберги только один раз только наблюдал. Значит, это зрелищ такой несбываемый просто вообще. Это было приятное. Вот черная вода такая, мне показалось она вообще как черная, темная такая. И значит, и вот блистательное у нас солнце было яркое. Они просто как острова, горы льда этого вообще. Но, а еще дух захватывает больше того даже, что понимаешь, что вот эта гора, под этой горой еще намного больше гора. Просто она вот в этой всей черной воде этой, она не видна. Она такая же блистательная, но она не видна. И вот, я когда иллюстрацию такую приводил, молитву тоже говорю. Вот изначально, как бы если брать даже учение Иисуса о молитве, вообще брать ветхие Новые Заветы о молитвах. Много там чего говорится, и хорошего, и плохого, и хорошие примеры, и плохие, и не очень, всякие, всякие. И молитвы правильные, и грешных людей разных. И вот интересно, что можно сравнить так, что библейски вот это должно быть так, что вот основная часть, она вот так вот скрыта. И только лишь верхушка, это ради, как Иисус, порой у него там выгулась, что ради людей, говорит, я вот скажу это сейчас даже во всеуслышание, чтобы знали, что ты послал, там и прочее. Как бы, значит, вот оно как бы, верхушка, блистающая такая, чух, такая вот, блистающая. Один раз ученики увидели, как Иисус молился на горе, назвали это гора преображения. Да, да, да. По идее, он каждую ночь убегал молиться, и не видел, каким он был. Ну да, 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 да. Ну да. 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 Это может быть и просто сарай преображению, или река преображения. Это, 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 это нормальное тело Адама. Да, да, да. Это нормальное тело ради людей, он это все, все, все. Да. И интересно тоже, ну такое, ну как наблюдение, если из истории христианства просто я просто, я люблю пример, и всякие такие приводить, как-то понятнее, когда говоришь о прошлом, как-то понятнее, вот что сейчас происходит обычно. Ну для меня так, по крайней мере. И вот, и когда вот со времен Константиновых еще, Константина Великого и дальше, церковь стала превращаться в государственное учреждение такое уже, придаток государству, часть аппарата, значит, то, вот как вот капелланство такое, спонтанное такое, глухие в истине, да, и потом как бы на зарплате, так и во всем фактически, вот, и законными государствами, и церковными правилами, и делалось все возможно-невозможно, чтобы этот азербург перевернуть. Для индивидуальной отводилась молитва, тайной, как бы, совсем ничтожная роль фактически, по сути, и приоритетом стала вот именно на людях коллективная, литургийная, общественная молитва. Так все строилось, по сути, веками. И сейчас, я понимаю, прекрасно, в общем, и многие христиане, и себя, и вот все происходящее вокруг нас сегодня, как мы дошли до жизни такой, потому что, фактически, мы заложники, люди сегодняшнего, 21 столетия, заложники нашей такой уже двухтысячелетней истории и полуторатысячелетней деградации, и деформации христианства, поэтому, как бы, и вырваться из этого очень сложно, в плену. И вот, на самом деле, вот это, должен быть, айсберг, одним словом, перевернут в нашем христианстве, в моем христианстве, в твоем, в каждом из нас перевернут это слово. И пусть Бог благословит нас от каждого. И это так. Потому что без этого, по сути, как вот, я иногда сравнивал тоже, вот эту церковную, общественную молитву, ну, как вот, если сексом, да, то как групповой секс, как вот это, 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 в этом что-то пошлое есть. Вы не понимаете, вообще в любой коллективной молитве есть что-то, элемент пошлого какого-то есть. Когда мы молимся вместе, да, да, можно, но... Ты не можешь открыть себя. Все равно, да, это изначально создано друг для друга, то есть мы созданы для вот, именно, как ты говоришь, интимной близости с ним, с Творцом, да, но это больше, чем просто интимное понимание обычном человеческом. И когда это происходит, да, я тоже ловлюсь на том, что я не могу, ну, открыться, что ли, даже, даже молясь близкими, самыми дорогими людьми. Все равно. Иногда это происходит, иногда, но все равно ты ловишься на том, что это, тебе нужно закрыться. Мне считалось, как на Кавказе, там были мы у этого митрополита Станинки там, там у них из капюшона такие накрылись, вместе вроде можете, ну, так вот, накрылись, и видишь, кто как молится, да, все. Да, вот в этом, в этом варианте. Да, да, все. Или талитом накрылся, это уже там, у меня не было капюшон такой, талитом накрылся, так же, что там молились, вот такой вариант, да. Потому что все равно ты лицом к лицу к ним, с ним, не с человеком, не перед людьми. И многие вот эти псалмоспивы наши там, значит, песни эти там прекрасные, хорошие песни, но многие из них, они, вот, не знаю, не поются на людях все равно. Вот, да, можно выразить это частично, частично, но душу выворачивая, пред людьми, как бы, оголяя себя пред людьми, все равно понимая, что только лишь в нем, вот, настоящее, есть единство. Вот эта вот жизнь, и тогда вода, которая в нас, она делает источником воды, текущей в жизнь вечную, тогда вот это происходит. А когда на людях такое, ну, нет, ты все равно будешь петь. Я понимаю, те христиан, которые поют все время, я жалю тебя, я жалю тебя. Вот, вот, нет, я понимаю, почему, в том смысле, что, потому что это оголение на людях, это не личность с ним, потому что, когда личность с ним, то ты, не только ты напаяешься, это пристекает. Добры людьми, да. Поэтому, вот, и, как бы, их богослужение, по сути, по совести, так говоря, богослужение, то, что часто называется богослужением, это нельзя назвать, так, по сути, так. В ветхозаветном понимании, да, можно назвать так, упрощенным богослужением, но, по сути, богослужение, это совсем другое, вообще другое. Господь должен открыть, потому что я видел, но пока до этого, честно, нет, да, роз, реально, когда человек, ну, люди, например, даже на людях, неважно, есть уходы, там, покаяние, открытие сердца, да, происходит, а после этого, действительно, вот, вот, вскрытие, да, освобождение, ну, как служение человеку, да, вот, мам, ну, там, десять, пятнадцати, тридцати, сорока людям, да, А после этого, после этих слез каких-то, после вот этого всего, да, начинаются просто литурги, такая сила, вот такие вещи. Интересно. Просто обычные, реально, ну, не в плане, помилуй, а дай силу идти дальше. То есть я встал, а теперь я просто молюсь, дай силу идти дальше, потому что я твердо намерен с этим идти. Да, да, ну, ну, пока, пока, ну, как сказать. Я когда-то говорил, и пример с Библии даже наводил, когда Илья там, чудил крак, огонь, все, ну, это, вот. То есть вспышки, ярко порезался этих пророков, вода, ну, вода, это, ну, дождь пошел, он пробежался быстрее, Э, там, с колесницы, нормально, да, то есть, такой, он пробежался быстрее. Паранормальное служение. С колесницы на полном ходу, вот, и он, он, он выплеснулся, да, он показал, вот, 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 бога, вот, вот, вот я, да, я открыт. А после этого царица, вот эта, это, да, Изаэль, говорит я, ну, я тебя, ну, я тебя. И это, и это вошло в него. И это, реально, в нему вошло, я здесь жить не хочу. Отпратила даже жизнь, вот насколько. И вот тут включилось, что человеческое – это плоть. Да, да, да. Неважно каким ты будешь. Околился пух, на пожалуйста. Я говорю никогда. Максимум служить, реально максимум проявлять силу на 50 процентов, что твоя тайна. Нету массового, а еще нет. Даже не говори, не заикайся об этом. Сейчас я больше склоняюсь к 80 процентам. Когда у тебя молитвеная жизнь, то каждый раз ты выходишь на молитву, путь дождем проходит через три минуты. Каждый раз, понимаешь, тебе не холодно, не жарко. Минус 30 ты в свитерке, там на молитве, и тебе нормально. Плюс 40 тоже тебе вообще нормально. И ты так живешь. И еще там много-много реальных вещей, реальных проявлений, реального Бога. Вот когда вот твоя молитва вот такая, да, исцеляй, да, воскрешай, да. Но для тебя уже это, ну, не трогает твою душу, потому что твоя молитва вот уже развернута перед Богом. Да, да, да. Просто. Если у меня огромное наслаждение с моей женой, я хоть стриптиз в клубе буду проповедовать, но меня не трогают. У меня есть лучше, чем любое тело. Ты реализован уже, да. И вот в этом, из полноты реально черпать, реализоваться в Боге. Да. Осознать этот крест, когда все свершилось, и жить. Да, если Бог не реализован, то уже никакие другие Боги тебя не получат уже. И жить реально, да. И все, тогда не соскочишь никак. Ни глобоконства, ни многобожного, вообще это все как шелуха, само собой уже отваливающаяся. Просто это не прикрепляющаяся. Это вообще левая просто. Да. Даже говорить об этом, ну как, как ты думаешь, да. Ой, еще пример такой тоже, значит, приведу. В селе жил несколько лет, значит, когда был еще, ну, настоятелем сельского храма. Традиционно сельский был основной. Для городского жителя, ну, городского жителя в селе, там другие вообще взгляды. Для меня было очень таким зрелищем незабываемо. Российское село, русская деревня. Грязные дороги. Это просто грязь. Просто на колее там и грязь. Лужи и грязь. И вот идет стая этих гусей. Белоснежные эти гуси. Жирные такие. Красивые такие. Они идут вот по грязным этим лужам. По грязным этой жижи идут. Своими лапами. Их столько много этих гусей. Для меня, как для художника, это было бы наслаждением. Вот они идут по этим жижам. Все-все-все. Жирные, красивые такие. Гуси важные такие. Целые стаи. Проходят. Там где-то на ком-то там слегка там грязь. Ну, грязюка такая, что невозможно пройти не заморажившись. Он как раз слегка там. И все. От него отлетел. Даже хоть бы что, перышки одна к одному. Жирные такие, красивые такие. Беленькие такие. Он идет в другой ряд, потому что он в гусь идет. Он по тем же самым лужам. И он там какой-то, не знаю. И там грязюка висит. И там какой-то, не знаю. И понятно, он больной. Не то, что там, если здоровый гусь, он, как говорят, не только вода с гуся, но и грязь, и жижа, что угодно вообще. И христианин такой хороший, жирный, такой помазанный, можно так сказать, библейский. Он идет, и от него даже если еще налепляется, она не прилепляется. Он реализован в нем, в Боге напитаем, да. И он становится источником самого благословения. И даже среди долины смертной тени или там какой-то жижи, грязи. Даже все, что попало, шик-шик, все. Это не его. Оно стекает. А другое идет по тем же лужам. У него и там налепло, и там он весь такой уже, как ощипанный. В нем не хватает элементов каких-то. Он уже какой-то болезненный, такой недоделанный, христианин будет. Ему нужно что? Напитаться. Наполниться он на самом деле. И тогда не ленить бесов, или обстоятельств, или братьев-сестер, или неверующих, или кто-то. Или свое родство, или что угодно. А свою страну, что угодно, можно ленить. Потому что грязь налипла какая-то. Да. Значит, да и сам. Но она налипла, и ты. Она на тебе, и все. Причем тут, ну, это все. Да, да, да. Бог хочет, чтобы мы действительно даже сияли среди этого, да, мир, да, в вас мир бежит, да. Но мы идем, и хоть бы что. Потому что тут у нас, вот реально, тем больше там в этом мире. Это не просто слова какие-то, это просто, ну, как бы. Это открытая дверь, это простор. Да. Реальный простор, чтобы жить так. В чистоте простор. Каждая сфера начинается. Ты можешь ничего не говорить, но реально видно. Интересные такие какие-то вещи там даже в Индонезии. Ага. Реально. Плюс сорок. Ага. Вот. Когда там с Индонезией, они говорят, поедали в госпиталь. Ага. Двенадцать, ну, час дня. Вот. Поехали в госпиталь. Говорят, да нет, такая жара. Давай после четырех. Ага. А тебе плевать уже. Реально. Ты не реагируешь на эту жару. Ну. Хотя сорок шуток. Индонезии говорят. Жарко. Да. Местные аборигены. Да. Мне все равно реально. Абсолютно все равно. Я понимаю. Вот суть царства Бонжа – это взять всю свою веру, применить на себя. Вот на перемен. Вот взять вот в кулак реально вот все, во что я верю. Если я верю, что Иисус верный, значит, он с мной в первую очередь что-то сделает. И этим жить. Следствие… Благодарь будет работать. Люди будут меняться, потому что они захотят жить как ты. Да. А как ты? Ты или служишь, и они захотят просто служить. Угу. Ну реально, да? Ну да. Или ты живешь реально внутренней молитвой, открывая себя настоящего, и они захотят тоже открыть себя настоящего и соединяясь с Отцом, вернуть вот этот облик Адам. Адам. Настоящего, второго Адама. Да. Не падшего, а настоящего. Настоящего. Ну, настоящего, да. Даже не души живой, а духа животворящего. говорить об этом тяжело, я не знаю как это объяснить, кто-то там, реально, я понимаю мышление там служителей, вау, чудеса, я тоже так пойду, вау, вот такое откровение, я должен это передать, популярная очень тема, мне Бог сказал, я должен это высвободить, я не знаю, это такое, девочки, как мой муж сегодня ночью меня любил, я вам сейчас расскажу, может просто сияй и все, сколько дешево мы реально отношения, и пошло это на самом деле, мне Бог открыл, значит для меня, не для кого другого, я увидел эти чудеса, вау, Бог, ты такой же может, ты такой Бог, Бог, потому что это Бог, не чудо, не проявление, а вот такой Бог, он вот так еще может, вот он вот такой великий, и все сводится реально к личности, потому что ты этой личностью живешь, нет у меня богатый муж, а у него же деньги есть, нет, мой муж занят вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, у него бизнес, я ему в бизнесе помогать буду, мне плевать на его деньги, на его порш, на его шубу, мне не нужна эта шуба, я ему помогать буду, в его нефтяном бизнесе, надежной опорой, вникну в это все, мне нафиг, я не буду тратиться свое время реально на шоппинг, ну реально, мой муж самый богатый, есть вот в Москве целый ряд девушек, которые следят за собой, для того, чтобы любить богатого, ради квартиры, ради поршака, я, и вот тут точно так же мы пытаемся следить за собой, ради богатства, ради чудес, ради исцеления, Бог использует, а сами непредставляемые, как осел, таки, ну, а сломи остались, да, 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 все, что нужно богатому человеку, богатый человек, вот это, вот он не живет этой женщиной, он ее использует для удовлетворения своих нужд, но его интересы, это бизнес, это сделки, это все, он этим живет, свободное от любимого дела время, он просто трахается, это не любовь, это ничего, это просто, просто спустить пар, вот она ему нужна для этого, и все, и тут нет отношений, тут нет ничего. Такое христианство несчастное, очень хорошо, поэтому, и многие проблемы, они, они понятные, становятся, как бы, с этой стороны, когда посмотреть, с этим сравниться. Да, и несчастные те христиане, которые, да, вот, лишь выгодят, что, как бы, христианство тоже, как бы, Бог нас использовал в этом мире, а потом столько молитв, конференций всяких, по сути, это развращенное христианство, как бы, на самом деле, вот, ну, что есть, то есть, маем, вот, о чем маем, да, и выход, наверное, один такой, мы каждый на своем уровне, вот, мы решаем, просто ты сам. Покаяться, реально смокаяться, да, да, и обратиться. Потратить год, второй, третий, чтобы, действительно, твое сердце было чисто перед Богом, а Бог уже будет приводить людей, если Он заинтересован, Бог будет.